Депутат Рассказывая не только о своей депутатской, но и активной общественной работе Мы попросили рассказать ее о том, с какими вопросами все-таки обращаются лично к ней артемовцы Больше всего, мне вот чаще всего приходится сталкиваться именно и встречаться с людьми старшего поколения, преклонного возраста И для всех самая основная проблема на сегодня – проблема ЖКХ Проблемы ЖКХ – это просто вопиющие проблемы Это и общедомовые начисления, это и малоэтажные квартиры Это квартиры, построенные в 1923-1921 году еще пленными немцами, барачного типа Когда-то они благоустроенные были, но на сегодня они уже, вся инженерная коммуникация разрушена, все абсолютно И этим людям приходится особенно тяжело, потому что кто живет в таких постройках? В таких постройках, конечно, живут люди преклонного возраста, старшего поколения Ну и потом, когда менялась структура взаимоотношений предприятий тоже И структура самих предприятий, находящихся у нас здесь Вот железнодорожный куст Ведь у нас на сегодняшний день только транзит по железной дороге Управления нет В свое время это управление хорошо активно отслеживало ситуацию в жилищном комплексе И даже как бы заметно было, что о них заботятся больше даже, чем другие предприятия Но в то же время и предприятия, вот радиозавод за каких-то 2-3 года целых 2 микрорайона выстроил Это тоже сказывалось А на сегодня уже... На сегодняшний день радиозавод возрождается Скажите, а какие там... Есть какие-то подвижки? Есть какие-то... Ну, вот в возрождении я не знаю уж, как быстро возродится Но на сегодня, мы с вами знаем, утерян институт подготовки кадров А это очень серьезная проблема Начиная с маленьких профессий, с рабочих профессий В свое время ведь ПТУ готовила 58-е наше достаточно квалифицированных специалистов Порой даже вот инженер, приходящий после института У этих ребят учился, они были более опытные У них был опыт уже и знания определенные И даже на сегодня, вот на радиозаводе существует еще как-то поддерживается инженерная коммуникация Опять старшим поколением Поскольку не готовят, не готовят сегодня ни рабочих профессий Ну и институты, вы видите, в основном гуманитарные как-то сохраняются еще, а технические Во-первых, пропало уважение к техническим профессиям К рабочим специалистам Да, к рабочим, к техническим профессиям Видите, если юрист только закончил институт, не имея никакого опыта Тем более, основа никакой У нас же раньше политехническое знание давалось в политехническом институте А на сегодня стараются узкоспециализированные Помните, мы сделали ориентир именно на Запад? Вот там узкие специальности, вот он в этом разбирается и все А это тоже сказалось на взаимоотношениях Но радиозавод, я все-таки еще верю, что возродится и будет на полную мощность работать Но, скорее всего, это будет не быстро Для этого нам надо, конечно, возрождать заново и подготовку кадров рабочих специальностей У нас же, получается, сварщика днем с огнем не найдешь Летейщика днем с огнем не найдешь Потому что не готовили эти профессии Екатерина Ивановна, скажите Вот мы понимаем, что для того, чтобы старшему поколению жилось лучше Нужно, чтобы наш город развивался, нужно, чтобы наш город жил лучше Мы сейчас, я хочу напомнить нам всем Что в свое время, когда была перестройка Многие семьи, многие молодые семьи, многие дети, внуки Жили за счет пенсии бабушек За счет того, что бабушки получали вовремя пенсию Их содержали, будем говорить Вот сейчас пришло время, может быть, отдать долги Начинать отдавать долги Сейчас, по нынешним временам, ну, некоторые люди, правда, не могут Значит, мы приходим, это следствие А причина в том, что наш город не развивается Что, как вы думаете, нужно для того, чтобы наш город развивался Какие вложения нужны, какие инвестиции нужны Что нам нужно делать, по идее Как привлечь людей сюда, чтобы деньги с области, с России, с зарубежья шли к нам Что мы должны сделать И вот на своей памяти, вы помните, ведь, к нам хотели коксовый завод прийти Ну, начали против любого производства, понимаете Любое производство, оно повышает потенциал города Значит, нужно стремиться к тому, чтобы в нашем городе было развитие Как вы считаете, нужно? Ну, для того, чтобы было развитие, во-первых, в первую очередь Вот вы сказали об инвестициях Да, это хорошо, когда страны придут инвестиции А неплохо бы было, чтобы и на нашей территории были те производства Которые прибыль-то сохраняли именно на нашей территории Но у нас, к сожалению, сложилась такая ситуация, что своих-то предприятий Которые прибыль-то на своей территории оставляют Очень мало Практически нет Да, практически нет Вспомним тот же опять радиозавод Ведь это же градообразующее не случайно называлось предприятие Потому что там, во-первых, это был наш завод Наш, местный Вся прибыль оставалась тут Прибыль, из прибыли большинство уходило на переоборудование И предприятие самого, и строительство, и инфраструктура росла Но тот самый принцип даже не в том, что прибыль оставалась Даже не в том, что налоги оставались здесь Это хорошо, это здорово, это отлично Это важное Мы говорим о другом Мы даже говорим о том, что 7 тысяч трудящихся От Егоршинского радиозавода получали зарплату И с этой зарплатой шли во все обслуживания Магазины, во все И они оставляли деньги здесь Вот основные деньги И вот эти деньги, которые имеют быстрый оборот Быстрый оборот в сфере обслуживания Это все оставалось здесь А на сегодняшний день На сегодняшний день эти 7 тысяч Где-то трудоустроились И в основном вахтовым методом Что значит вахтовым методом? Значит, человек, который ездит вахтовым методом И назад возвращает сюда Он и сам теряет постоянно Ну и, естественно, он подпитывает какое-то другое предприятие Какое-то другое предприятие на другой территории Обижая во всем себя Обделяя во всем себя То есть для этого надо Чтобы были крепкие предприятия На которых основное население наше работало Именно здесь Никуда не уезжая Игорь Иванович, ну вы понимаете Что сейчас крупные предприятия Здесь никто нам по щучьему мнению не сделает Не откроет Нам нужно Даже вы сами сказали, что у нас кадровый голод Даже если сейчас Я об этом уже с вами говорил, по-моему Что даже если сейчас захотят возродить Егоршинский радиозавод В тех объемах, которые он был раньше Они его не возродят Не потому, что не захотят Не потому, что нет денег у кого-то А просто потому, что не найдут кадров Потому что на сегодняшний день Наши жители не смогут работать на этом Егоршинском радиозаводе Значит, снова принцип такой Организуют завод, откроют завод на 7 тысяч рабочих мест Но завезут работников Мы-то говорим о том, чтобы наши люди нашли работу Мы говорим о том, чтобы наши люди жили лучше Наши жители Для этого нужно сейчас, я считаю, что много-много-много Маленьких предприятий От 100 до 200 там От 15 человек рабочих мест До 100 до 200 там Пускай будет Но вот именно с этого 10 человек на предприятии они найдут 10 человек каждое предприятие обучит, научит Понимаете? Вот сейчас нужно начинать как Китай Когда у них в каждом дворе была своя медеплавильная Заводник Понимаете? Вот с этого Я считаю, что вот А для этого нужно, чтобы в нашем городе Была Именно та обстановка, которая Помогала людям Открывать свое дело Помогала своим людям Помогала людям Работать Значит, может быть, сейчас больше уделить Времени именно информированию людей Обучение их тому Как стать успешным предпринимателем Ну, такое В какой-то степени обучение существует Вроде бы на нашей территории Ну, желающих-то тоже Именно стать руководителем ИП Не так-то много Не так-то много Эту сферу как-то освоили далеко немногие Ну, не каждый является предпринимателем Конечно И душой предпринимателем Это тоже надо быть Не каждый хочет быть бизнесменом Не каждый Это ведь не только Да Это еще и обязанность Очень большая Да Ну, вот все-таки Основа основ Это подготовка кадров И у нас серьезная была подготовка кадров И на предприятиях даже Отправляли учиться в институты Для того, чтобы возвращались сюда же эти кадры С высшим уже образованием Управленцы Ну, вот основа основ Вот если вы слышали Наверняка слышали Такое высказывание Фурсенко в свое время Помните, как он сказал Нам на сегодня не нужны Творческие работники Нам на сегодня нужны Квалифицированные потребители Это не просто убеждение Вот на мой взгляд Это враждебные высказывания Намеренные Намеренные Вот где мы потеряли Вот здесь мы потеряли Ведь вот самое хорошее Что вот было в советское время Подготовка творческого работника Творческий работник Мыслящий и логический Он же и думает о развитии А не о том, как разложить по карманам То, что можно еще от того времени украсть Мы говорим еще о том, что все Вот даже мое поколение Ваше поколение Мы все, если делать Мы пропускали через себя Мы подходили к тому, а как это будет Если я встану на это место Вот это самый главный критерий Самый основной критерий того Что ты не будешь делать зло Ты не будешь делать плохо Ты не будешь делать пакость какую-то Потому что ты ставишь себя на другое место Мы напоминаем, что всегда рады видеть В нашей студии людей с активной жизненной Гражданской позицией И только конструктивный диалог Позволен не только озвучить проблемы Нашего города, но и попытаться найти Пути их решения